Здравствуйте, Зона Кизет. Владимир Путин 1 сентября предложил отказаться от долларов во взаимных расчетах между странами СНГ. Все говорит о том, что назревает какая-то новая экономическая реальность, о том, какая это реальность, какой это новый мир, какие там правила. Мы поговорим с финансовым аналитиком Айдарханом Кусаиновым. Здравствуйте, Айдархан. У вас на сайте Алмагест Кизет опубликована ваша статья «Новая реальность». Тем, кто интересуется глубоко и подробно, заходите туда, читайте. Я прошу вас, да, прорекламировал, я прошу вас рассказать нашей аудитории об этой реальности. Вероятно, именно вот это формирование новой глобальной реальности и заставляет у нас какие-то изменения производить. И вот необходимость уйти от долларов в расчетах, наверное, это все часть какого-то плана. Да, ну, сразу замечу, что статью, о которой вы сейчас упомянули, да, она была написана в апреле прошлого года, это было полтора года назад. Основная часть, основная идея, да, была написана, там есть еще одна ссылка, это изменения на финансовом рынке в 2012 году. То есть, в принципе, мы наблюдаем на протяжении последних семи лет, да, изменения, серьезные изменения в глобальном устройстве финансовой системы, в перевоспределении центров силы. С этой точки зрения призыв Путина, да, это, ну, с одной стороны, в оперативном режиме это некий, там, следующий шаг к интеграции, да, с другой стороны, это в какой-то степени политическое заявление, да, на такой политический инфоповод, что ли, да. Но глобально это действительно находится в тренде, то есть, я здесь хочу подчеркнуть, чтобы у зрителя не сложилось впечатление, что я поддерживаю, да, введение единой валюты, там, в пространстве, я, если, или отказом доллара, да. Ну, то есть, существует много всяких технических вещей. Тогда вкратце, что происходит с этой новой реальности, какая она появляется, да. Начну с того, что 2008 год, тот кризис, который мы прошел, ну, он уже, в принципе, признан был, что это не только финансовый кризис, да, это в некой степени экономический кризис. Я считаю, что это, ну, некий глобальный цивилизационный кризис, да, то есть, западная модель экономики, она пришла в тупик. То есть, западная организация, западные принципы работы, да, экономики, они себя исчерпывают. Это какие принципы? Ну, в первую очередь, это процентная ставка, которая, там, бесконечно, там, растет и развивается, да, ну, в смысле, второе, это упор на финансовые рынки, управления экономикой, да, через, там, финансовые инструменты, через деньги. Вот, у кого больше денег, кто-то и круче, да. Третья часть, это экспансионизм, скажем так, то есть, был там колониализм, не у кого не лизан, потом, скажем так, финансовые, да, колониализм, по сути дела. То есть, это разные формы, там, на разных уровнях, одной и той же экспансионистской модели Запада, то есть, когда рост происходит путем захвата новых территорий. То есть, физического захвата на первом этапе, да. Который уже давно прошел. Да, захват и грабеж, да, потом, в смысле, какого-то политического захвата, да, опять захват и грабеж, да, затем финансового капитала через мерки, через рынки капиталов, опять захват и грабеж, да, просто в разных формах. А, все, шар, там, круглый, глобализация достигла каких-то пределов, и, там, последний, последний рывок, скажем так, в западном мире был, когда, там, Союз распался и огромная территория, там, оказалась, вот, вовлечена, да. Ну, и все, и на этом, там, с 90-го года, вот, еще 10 лет было, там, до 2007-го года некая передышка, да, еще одна возможность куда-то расшириться. А дальше тупик. И вот, восьмой год, это, в принципе, глобальный кризис западной экспансионистской модели, да, экономических отношений, организаций, финансовых рынков и так далее. И что происходило с 8-го года? Во-первых, кризис 2008-го года все страны, практически все страны, да, они крупные, они поддержали западную систему финансов, они поддержали доллар. Ну, если, грубо говоря, доллар, сегодня резервная валюта, главная валюта, каким образом поддержали доллар? Например, Китай усилил свою валюту, усиливал свою валюту, то есть усиление, у него падали фондовые рынки, у него были плохо, ухудшался торговый баланс, да, там была куча проблем, в принципе, но он продолжал усиливать, потому что Китай это действительно, там, мировая, там, ну, экономический центр силы, он уже там был, очевидно, да, он был. И с этой точки зрения его усиление, как бы, это принятие рисков, принятие тяжести кризиса мирового, да, на себя. То есть, грубо говоря, ценой своей экономики он там поучаствовал в глобальной стабилизации. Естественно, тому были совершенно четкие причины, но в 2008 году не было никакой альтернативной системы доллара, не было альтернативной системы, там, всемирному банку, да, не было альтернативы МВФ, не было альтернативы с точки зрения резервной валюты, ну, по большому счету. Вот. И в тот момент, как бы, закат или, там, проблемы вот в этой, в этой части, они естественным образом раскидывались по всему миру, и этого было не избежать, да, то есть в какой-то момент стали, мир стал заложником долларовой системы. И понятно, что ее невозможно разрушить, но с 2008 года по, вот первая статья в 2012 году вышла, да, с 2008 по 2012 год началось активное строительство, строительство альтернативной финансовой системы. Она была незаметна, естественно, ну, то есть это некие такие подводная техническая работа, никто не бегал, никто не кричал об этом, да, что мы строим альтернативу. В чем это заключается? Во-первых, у Китая, вот, за четыре года она заключала, там, своп соглашений, там, больше, больше сорока или пятидесяти стран, по-моему, да. В чем заключается своп соглашение? Китай говорит, вот, давай я твою валюту и юань буду менять по фиксированному курсу. То есть, давай не будем париться, как твоя валюта к доллару и как юань к доллару, мы между собой просто договоримся, да, по какому курсу. И он так и будет, да, и вот, когда мы будем торговать, ты в любой момент можешь за свои деньги купить у меня юан, я в любой момент у тебя юань по этому же курсу возьму за твои деньги и пусть у нас торговля будет процветать. То есть, это, понятно, не отказ от долларовой системы, да, в расчетах, но это, скажем так, выведение какой-то части. Для каких-то стран это меньше часть, ну, допустим, с Казахстаном это миллиард, да. Для каких-то стран это большие доли, 30 миллиардов, вот, допустим, с Южной Кореи. Для каких-то стран, как с Россией, да, а, с Японией, например, это просто вся торговля без доллара, да. То есть, в той или иной степени, в зависимости от развития экономик, да, за 4 года Китай выстроил вот эту сеть двусторонних, скажем так, отношений, да. А с какими-то странами просто перешел вот в эту торгу. Это первый аспект. Понятно, что самая крупная экономика сегодня, ну, и официально попарить эту покупательскую способность после США, это Китай, да. Вторая часть. Параллельно выстраивалась, скажем так, инфраструктура нового взаимодействия, да. Это, она позже появилась, это, в смысле, громкие объявления начались в 13-м году. Там, в 14-м году, да, когда Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, которые уже прямо называют, там, как альтернативу Всемирному банку. Там основной игрок Китай, да. Туда подключилась, там, Россия, страны БРИКС. Что означает создание вот этого банка? То есть, по сути, получается, что, во-первых, у Китая появляется, скажем так, своя торговая сеть, юаня, в юанях, да, номинирован. Во-вторых, появляется банк расчетов, который на базе этой сети, он может оперировать уже. В-третьих, появляется, допустим, банк БРИКС, да, который хорошо капитализирован. Ну, это создали, там, Россия, Индия, Китай, в том числе, да, и Южная Африка. Это еще один хаб, где страны договорились, что они будут через этот банк БРИКС в своих валютах двигаться, да. То есть, я не говорю, что это расчеты между ними, но это хаб, который на их валютах построен. Так называемая Чангмайская инициатива, да, в Юго-Восточной Азии, которая с 2 миллиардов до 240 миллиардов капитализированный фонд защиты валют. То есть, создаются вот эти альтернативные силы, они достаточно большие, если их всех вместе посчитать, это уже под триллион долларов, да. То есть, вот Чангмайская инициатива, банк БРИКС и так далее. Все это происходило, ну, что называется, в кулуарах, да, без масс-медиа. И только вот такие уже серьезные, скажем так, заявления, которые уже, ну, как вы понимаете, строить альтернативную систему, да, рано или поздно. Сделения, которые неизменно. Да, они неизбежно попадут в публику, да. То есть, мы последние годы просто видели уже, ну, как вершина айсберга, да. То есть, нижняя инфраструктура построена и уже теперь уже вынуждено приходится объявлять публично. Сюда вот банк БРИКС, вот Чангмайская инициатива, вот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Более того, Великобритания туда уже вступила и вызвала недовольство США. То есть, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций действительно рассматривается как альтернатива Всемирному банку. Ну, если они не вступили в качестве троянского коня. Вот. Ну, разве что. Но, тем не менее, формально не вступили. То есть, мы подходим к сегодняшнему дню, да, к 2015 году. По сути, имея вот эту альтернативную систему, которая сегодня, ну, в смысле, будем говорить откровенно, она завязана на юане. Да, юань формально не резервная валюта, но ее не признал МВФ. Но, вы знаете, кто придумывает критерии, тот может их называть или не называть, да. Ну, как бы, юань, например, не резервная валюта, а канадский доллар вот с такой экономикой, резервная валюта. Ну, там, пароли в экономике и так далее, вот юань, она как бы не заслужила тех привилегий, как вот канадский доллар. Ну, в смысле, должны были в октябре 2015 года рассмотреть вот трансформацию юаня в резервную валюту, но отложили на 2016 год, да. Потому что, когда юань будет признан резервной валютой, это станет настоящей резервной валютой. Юань, он уже в 2013 году еще стал больше, большая доля в юанях идет во взаимных расчетах, чем евро. То есть, США и следующий юань. Это произошло в 2013 году. Просто мысли возникают, зачем держать деньги в долларах, можно и в юанях держать. Это абсолютно здравая и хорошая мысль, в смысле, совершенно четкая. И очень показательно, то есть, нужно отдавать себе отчет, что вот такая она, новая реальность, да. То есть, на сегодняшний день, по сути, существуют две альтернативные финансовые системы. Юань и доллар. По мощи, понятно, долларовая система. Ну, плюс психологическое преимущество. Да, психологическое преимущество, плюс, понимаете, есть нормативное преимущество. Нормативное преимущество – это то, что называется нефтедоллары, да. То есть, когда расчеты идут за нефть через доллары, то это вы вынуждены покупать доллар, покупать нефть, продавать доллар, покупать свою валюту, да. То есть, вы все равно уходите к доллару. Вопрос следующий. Как только произойдет отмена вот этой штуки, да, то тогда руль доллара резко упадет сразу. Просто потому, что нефтяная торговля, а она не только, в смысле, за физическую нефть. Я еще раз, здесь отдельная история. На нефтяном рынке за физическую нефть торгуется там 2 или 3 процента рынка. 98 процентов – это фьючерсы, это биржи, которые торгуются в долларах, да. Это вот такой вот воздушный кусок денег, номинированный долларом. Самое главное, то есть, во многом, доллар в качестве резервной валюты, долларовая система, она находится, стоит на принципах доверия и неизбежности. Доверие с точки зрения того, что неизбежно придется работать в долларах, а неизбежно придется работать в долларах, потому что вся система так завязана. Сегодня это не так. Сегодня есть альтернативная система. Да, она не такая развитая, да, это некая бета-версия, да, но она рабочая, она вот в базе своей, в скелете своем рабочая. И с этой точки зрения, когда мы подходим к кризису 2015 года, да, участники этой альтернативной системы вполне могут сказать, что, ребят, вот в 2008 году мы вас спасали просто потому, что если там все упадет, то всем будет плохо, ну, в смысле, всем умерли. То в 2015 году, а у нас есть как бы альтернатива, поэтому давайте так мы вас особо там, ну, зачем нам спасать эту систему? Мы как бы будем вести себя как нормальный экономический агент. Если эта система схлопнется почему-то, ну, пожалуйста, есть вторая система, которая подвязана. Но при этом эта вторая новая система, она же не заинтересована в том, чтобы схлопнулась первая. Абсолютно. Каким-то катастрофическим образом. Это да. Всем интересен плавный переход, но ни одной стране мира, это, в смысле, иллюзия, там, понятно, это легко, популярно кричать, там, уничтожим Китай, уничтожим Штаты, ну, вот эти вот выкрики, да, уничтожим, победим, растопчим, попляшим на костях, ну, это все глупость, да. То есть, нормальной экономике, нормальной политике, нормальной стране никому не нужна война, никого не нужно побеждать, все хотят нормальной, спокойной жизни. Поэтому альтернативная система ни в коем случае там целенаправленно не собирается уничтожать эту. Но при этом совершенно... Ну, а у первой есть стимулы к разрушению? У первой есть абсолютные стимулы. Вот это слабое место. Это вторая часть, да, то есть, здесь момент такой происходит, что у первой системы, естественно, есть хороший стимул, желание уничтожить альтернативу, потому что сохранить свою доминирующую роль, да. И, к сожалению, это происходит, в том числе и военными методами, в смысле. Конфликт с Украиной, я еще раз говорю, это не проблема Украины, это не проблема России, это проблема гораздо больше. Просто Украина, к сожалению, для украинцев, она оказалась, ну, как это, географически не там оказалась, это во-первых, да. А во-вторых, она политически неверно оценила ситуацию. Это то, о чем мы говорили про Казахстан, когда Казахстан зашел в ЕАЭС, и Китай поддержал ЕАЭС. То есть, фактически, Казахстан очень грамотный выбор сделал. Не стал вот этот разрыв, столкновение миров, да, разрыв экономический пропускать через себя. Украина так не сделала, и Украина решила, что можно вот так поиграть. Ну, если продолжить логику изменений глобальных, возможно ли, что эти глобальные изменения каким-то образом отразятся на внутреннем устройстве нашей страны? Вероятно, меняется мир, надо меняться и на как-то внутренне. Как это может происходить? Здесь есть два интересных аспекта, да. Безусловно, меняется мир, и мы должны определенным образом измениться, да. Но очень важно, знаете, во всем, да, это время, временной отрезок, да. То есть, все действия должны быть... Действия могут быть противоположны по своей сути, но если они сделаны в нужные времена, то они приводят к единому результату, да. Вот, и с этой точки зрения, мне кажется, что в Казахстане желательно бы, сейчас такую страшную вещь скажу, некая консервация, да, власти. Власти и отношений, вот, в макро, вот, по большому счету. То есть, важна стабильность. Вот это первый приоритет, который приобретает совершенно новое звучание в новой реальности. То есть, сегодня мы проходим момент, когда две системы сталкиваются глобально. Они сталкиваются сильно, больно. То есть, опять-таки, не дать им столкнуться здесь, у нас. Да, то есть, лес рубят, шепки летят, Казахстан в этом столкновении, это, знаете, муха между слонами, да. И здесь очень важно соблюсти вот эту стабильность, вот, цельность, скажем так, страны и общества. Это первый момент. Второй момент, очень важно переформатировать диалог власти и общества. Но еще раз говорю. Ну, в рамках, опять-таки, сохранения стабильности. Да, в рамках исключительно, исключительно через, безо всяких каких-то майданов, да, сугубо, ну, как бы так, мирным, добровольным путем. И более того, я хочу подчеркнуть, что здесь речь идет о Казахстане как обществе. То есть, политики должны понять, что сегодня Казахстан должен выступать как общество. Не как вот власть и народ, да, не как бизнес и народ. Казахстан сегодня, и такая должна быть идеология, должны сплотиться все вместе. Вот как просто люди, как казахстанцы, которые сегодня все вместе имеют какие-то общие интересы, да. Это совершенно другой диалог должен быть. Это должен быть партнерский диалог. Это должна быть договоренность о достижении общих целей. То есть, у нас, в принципе, диалог, да и в любой стране, да, диалог между властью и обществом базируется на том, что я даю вам... Общество читает, люди читают газеты. Да, то есть, общество говорит, я даю вам право в смысле что-то делать со мной, и ладно, фиг с ним. А правительство ему говорит, ну, ладно, за то, что ты не даешь нам право что-то делать с собой, мы тебе будем давать там социальные какие-то гарантии, там, права, обязанности. Это я назову, ну, сейчас модное слово, да, этот общественный договор. Вот общественный договор до этого всегда был практически договор, что называется, купли-продажи. Лояльность в обмен на, голоса в обмен на, ну, вот что-то такое. То есть, сегодня сам формат общественного договора должен быть не договор купли-продажи, а договор сотрудничества. То есть, мы идем, там, к замечательному обществу, власть делает это, общество делает это, это должен быть еще раз не договор купли-продажи, А договор сотрудничества и разделение ответственности, зоны, обязанностей для достижения чего-то. Поэтому я очень щепетильно отношусь к популистским сегодня требованиям. То есть еще 10 лет назад политические заявления, выступления на площадях и конфликт соответствующий между властями и обществом. Да, это нормально. То есть у нас нет грандиозного раскола, а конфликты большие и маленькие. Это действительно внутриполитическое дело в смысле страны и это правильно. Ну посмотрите, вот подобный раскол к чему привел сегодня на Украину. То есть сегодня вот такой способ диалога, он гиперопасен, крайне опасен. При этом абсолютно точно еще раз хочу сказать, что в новой реальности нужны новые наши. Понятно. Ну я думаю, что детали, новая реальность, формирование новых взаимоотношений, это очень тема для отдельного серьезного разговора и с политологами, и с экономистами. Интересно посмотреть, эти ростки вообще они существуют сейчас где-то в нашем обществе или нет. Ну это уже, конечно, отдельное дело. Они есть. Уверен в этом, надо их поискать и визуализировать для аудитории. Их нужно просто увидеть. Я здесь хочу сказать, знаете, как возникает новая реальность. Это вещь такая незаметная, это просто вдруг человек ходит-ходит по привычной улице. Потом споткнулся. Ух ты, реальность, я не знаю. Да, он споткнулся, а потом оглянулся. Да тут уже такой домино выстроили, а здесь то, все. Ну просто зашоренные глаза. И в смысле изменения происходят. Изменения происходят огромные. В мире, да, просто люди вот зашоренные и не видят этого. Но когда споткнутся, и вдруг ох, а я не знал. Точно такие же изменения в обществе. К сожалению, мне кажется, что сегодня не видят этого. То есть общество другое. И я очень хочу, что осознание того, что это другое общество, произойдет не в тот момент, когда споткнемся. Просто взглянем и поймем, что другое общество. Ну, надеюсь, не в тот момент, когда возникнет возможность потерять это все. Это было бы неправильно. Друзья, мнение Айдархана Кусаинова, я думаю, вам понятно. Я думаю, что мы еще поговорим на как раз эту тему отдельно. Ростки этого нового взаимоотношения, во взаимоотношениях между властью и народом. Это очень интересно было бы понять, увидеть и оценить. Оставляйте свои комментарии. Может, вы кого-то захотите послушать на эту тему дополнительно к Айдархану. Или вместе с ним было бы тоже здорово. Спасибо, все хорошее. Спасибо. Спасибо.